Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик и сегодня мы с вами будем печь сладкий очень вкусный пирог из щавеля. Для теста нам понадобится примерно 200-180 грамм муки, 90 грамм сливочного масла, примерно 2 столовых ложки холодной воды, 6 грамм дрожжей, у меня здесь 7, сахар примерно 1 столовая ложка и щепотка соли. Для, собственно, щавелевой начинки нам понадобится примерно 200 грамм свежего щавеля, примерно 1 столовая ложка корицы, корица с щавелем это очень вкусно, крахмал, смотрите, если у вас картофельный крахмал, берете примерно 2 чайных ложки, если кукурузный, можно взять 4 и примерно 200 грамм сахара. Сейчас мы с вами сделаем тесто, для этого нам нужно просто смешать все ингредиенты для теста, можно это делать руками, просто перетереть их в крошку, можно это сделать с помощью погружного блендера. Потом мы это все замешиваем и убираем в морозилку на 15 минут. Просеивать муку смысла нет, поэтому я ее высыпаю сразу. Руками перетираем тесто в крошку и потом добавим в холодную воду. Добавляем воду и снова все вымешиваем. Я добавила 2 столовых ложки воды, у меня тесто еще немножко такое рыхлое получается, поэтому я добавлю еще 1 столовую ложку. Все-таки мука бывает разная и нужно регулировать количество ингредиентов по консистенции. Пожалуйста, не бойтесь этого делать, главное добавляйте по чуть-чуть. Теперь мы тесто вкатали вот в такой вот шар, оно у нас получилось достаточно эластичное. Мы его кладем на пищевую пленку, немножко так вот расплющиваем и убираем в морозилку минут на 15. Оно подмерзнет, масло сливочное точнее, в составе теста, и с ним потом будет просто легче работать. Дальше мы с вами переходим к щавелю. Мы его берем, отрезаем стебли, а сами листья нарезаем на небольшие кусочки. Если какие-то короткие кусочки стеблей попадут, ничего страшного, главное, чтобы их не было много, чтобы они не были сильно крупными, чтобы не порвали наше тесто. Мы с вами щавель нарезали, сложили его в глубокую миску, и теперь нам нужно его немножко помять руками, чтобы щавель у нас дал сок. Ну, просто вот так вот, 30 секунд, ну, можно 30. Теперь мы добавляем к щавелю корицу, кукурузный крахмал или картофельный, какой у вас есть, у меня, кстати, кукурузный, и сахар. Просто так вот насыпаем, и все это дело перемешиваем. Теперь мы с вами достаем, господи, наше тесто из морозилки. Оно у нас слегка подморозилось, у меня пленка зажевала. Нам нужно разделить его на две части. Одна часть должна быть чуть больше, чем вторая. Ну, примерно на глаз, ну, примерно вот так, конечно. Вот, одна часть и вторая часть. Мы с вами большую часть теста кладем на силиконовый коврик или на просто на рабочую поверхность, а я раскатываю сразу на бумаге для выпечки. И раскатываем в достаточно тонкий пластик. Ну, здесь ничего нового, просто раскатываем текалкой. Смотрите, у нас получилось вот такое тесто, и теперь мы его переносим в форму для запекания, и точно так же раскатываем вторую часть. Это будет верхушка нашего пирога. У нас с вами получился второй пласт теста. Вот такой. И теперь мы берем нашу форму, здесь у нас тесто уже лежит, и выкладываем сюда начинку. Потом сверху мы накроем вторым пластом теста и защипнем края. Это у нас все крамелизуется при выпечке, то есть щавель будет выделять сок при нагреве. Это все смешается с сахаром, с корицей, с густеем, с крахмалом. Это будет просто очень вкусно, очень. Я прям уже даже не знаю, как 40 минут подождать, пока это все выпекается, потому что я год не ела пироги со щавелем, и я очень хочу попробовать. Второй пласт теста мы кладем сверху просто и защипываем сверху. Ой, совсем забыла. Нам еще понадобится яйцо. Я его в ингредиентах, мне кажется, не сказала, но оно нужно для того, чтобы мы сейчас смазали с вами готовый пирог перед выпечкой, чтобы он у нас получился румяный, потому что тесто у нас без яиц, и для того, чтобы он у нас не развалился, потому что яйцо здесь будет работать как клей. Оно склеит, получается, тесто. Мы с вами просто разбили яйцо в миску, взболтали его вилочкой, и вот теперь вот с помощью такой силиконовой кисточки смазываем наш пирог со всех сторон, особенно промазываем вот эти вот места защипов, чтобы пирог не развалился. Теперь я обрежу края бумаги, чтобы она мне не мешала. Если вы бумагу для выпечки не используете, это, конечно, делать не нужно. И очень важный момент. Нам нужно обязательно в центре пирога сделать дырочки для того, чтобы у нас выходил пар. Или можно сделать не в центре, а несколько раз поткнуть пирог вот так вот по всей площади. Сейчас покажу. Теперь мы ставим пирог в разогретую до 180 градусов духовку и готовим примерно 40 минут. Друзья, посмотрите, какой классный у нас получился щавелевый пирог. Он очень вкусный, и я, кстати, удивлена, что не все знают, что из щавеля можно печь такие потрясающие сладкие пироги. Обязательно попробуйте, пишите ваши отзывы в комментариях, потому что мы очень для вас старались. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и смотрите наши сладкие новости каждое воскресенье. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok